короче пока снимаем основной выпуск я сделал выборку из вопросов которые люди часто задают про ванны что супер профессионал должен приезжать готов готов к чему вопросы из комментариев короче первый вопрос какой размер ниши типа я так понимаю там очень много спрашивала про этот вопрос и они размер от 6 до 10 сантиметров это по глубине и примерно столько же по высоте то есть это именно тот размер где комфортно чтобы пальцы ног зашли под ванну и обычно конструктив ванны таков что глубже не получится сделать потому что там идет у нас борт ванны естественно экран уже дальше некуда будет смещать то есть даже снизу ну и плюс еще нужно получить доступ к самому сифону для того чтобы обслуживать его поэтому 6 здесь это оптимальная ширина и высота самой низшей ног вот ok а если вот как раз есть еще один человек а зачем совать ноги под ванную или это сделано чтобы можно было споткнуться даже когда завязать помыться интересный комментарий да нет конечно делается для удобства потому что в данном случае да у нас вот я остановлюсь и если мне надо покупать маленького ребенка покупать да то у меня пальцы ног упираются в ванной и не совсем удобно вот а так как обмудриться споткнуться об ванну то это вообще не заодно прям уметь этому учиться нужно ну да в общем такие то есть окей вот про ванну тоже добрый день а подскажите ванну еще чем-нибудь кроме блоков держится но я так понимаю это типа на чем еще можно ставить ванну на что еще можно ставить да там нюансы по ванне какие у нас да то есть в комплекте тут обычно ножки но мы ножки всегда скажем так отдаем клиенту то есть он их покупает по возможности не покупает почему потому что ножки нам дают возможность только отрегулировать ванну ну по высоте по горизонту и так далее если у нас ванна акварелла клин и так далее то мы все равно все борта так чтобы они были жесткие перед вами туда пристенный профиль кстати вот по ссылочке в описании либо да вот здесь вот может быть в подсказочках будет вы увидите как правильно можно монтировать саму ванну а кирпичи либо блоки это уже именно подпорка чтобы дно ванной скажем так у нас не прогибался хотя сейчас многие начнут писать что там дно толсты туда специально производители закладную делают херню это все равно прогибается так что нужно жесткое основание окей кстати вот и про этот ролик упомянул и как раз под ним еще есть комментарий под ванной тоже уложен керамогранит скажите будет ли держаться плиточный клей на глянцевой стороне керамогранита чтобы блоки уложить все что связано с глянцевой поверхностью нам нужно это дело замотровать потому что здесь будет очень плохая вы даже можете провести эксперименту даже на такой вот глянцевой плиточки можете нанести клей и от визе у него будет намного хуже да он высохнет да будет держаться но сам обвизе будет намного хуже чем у шероховатой поверхности фаршава поэтому что мы делаем берем крупную ждачку мотаю нашу поверхность обезжириваю и тогда тогда уже можно наносить клей будет держаться хорошо окей ну тогда последний этот как раз тоже про нишу под ног комментарий верхнюю часть подступа не зашивая гипсом чтобы воздух циркулировал я так понимаю типа можно ли так делать или не можно хорошо встречный вопрос для чего там учиться опуляция воздуха там обычно за счет того что проходит он с коммуникации да соответственно идет горячая труба от труба горячей воды всегда потому что даже положить туда датчик температуры который у нас зиме протокол работает оставить там и увидите что там намного теплее чем снаружи соответственно там если ничего с не протекает то и плесень никакой не будет и сырости никакой не будет потому что там все естественно причем высыхать а воздух циркулирует там для чего он и так там грубо говоря циркулирует пойдет себе место через резервное отверстие хотя бы малость но вот какая-то будет проходить так что непонятно для чего оставлять в принципе есть человек сверху не хочет зашивать может не зашивать нашел себе оправдание Гуд хорошо ну а про это силикона смотрите ролик по подсказке